Особое мнение на 101FM Вы видели, наверное, вот эти желтые ограждения, которые много шума наделали прошлой осенью, в том числе на Октябрьском проспекте. Администрация города сказала нам, что принято решение их перекрасить в серый. Видимо, чтобы не настолько сильно они били в глаза. Но, тем не менее, до сих пор непонятно, что будет с аллеей Октябрьского проспекта, потому что полгода назад Шульгин обещал нам убрать вот это вот безобразие желтое непонятное. И все-таки какую-то чугунину, может быть, там поставить, если она нужна действительно. И до сих пор непонятно, во что обойдется перекраска желтых заборов в серый. Вот вы что думаете? Вы как автомобилист, вам эти заборы кажутся действительно нужным элементом городской среды или нет? Ну, раньше чугунные заборы, они были каким-то элементом все-таки красоты, да, так сказать. Потому что они действительно были, ну, как-то более-менее изящно, что ли, скажем так. Так вот. А то, что сейчас поставили, во-первых, не очень понятно, почему их убрали. Может быть, они сгнили там или считают, что их можно было бы обратно поставить. Потому что так-то у них... Это мы про что сейчас? Обратно поставить? То есть, те секции чугунной ограды, которые были на Октябрьском проспекте? Они были черного... Преграда должна существовать перед человеком, что, слушай, ну, тут вообще-то, ну, не ходят. Вот. И с этой точки зрения мне бы, например, лично было бы спокойнее, как водитель. Вот. А что касается вот там желтых, а потом их перекраски в серый, мне кажется... Для вас принципиально вообще цвет этих заборов? Ну, желтый цвет. Ну, ляп сделали какой-то. Я даже не понял, для чего. То есть, это не концентрирует мое внимание там каким-то образом. Ну, такие оградки, которые на могилках, так сказать... Ну, на могилках, наверное, желтые не ставят. Но серые-то это точно как бы будут, как на кладбище. Я думаю, что у меня такое впечатление, что это такой троллинг со стороны команды Шульгина, значит, активистов и жителей города. Ну, вот не ходите в желтые, так сказать. Вот вам серые. Найте вам серые, вот ваши серые вятки, вот вам, найте вам серые, так сказать, заборчики. Потому что смысла я, честно говоря, не понимаю. То есть, вот заменили наши хорошие, красивые, так сказать, заборы на Октябрьском проспекте. Они чугунные, литые такие, ну, такие изящные, заменили на кладбищенские ограды. Ну, не знаю. То есть, как житель города я не очень доволен. Как водитель, ну, эти заборчики, ну, вообще некрасиво смотрятся. Но функцию свою выполняют в некотором смысле. Но функцию, да, что, может быть, не выбежит там никто, ну, наверное, выполняет, да. Но с этой точки зрения, ведь вопрос в том, чтобы было не только функционально, а чтобы было еще и красиво. Ведь интеллект для этого и дан, чтобы ты не просто, так сказать, ну, тогда что бы нам туда не колючки посадить? Ну, давайте посадим колючки, через колючки-то точно никто не будет. Вот, ну, такие, знаете... Можно кустарники, да, действительно, посадить. Причем не просто кустарники, а колючие кустарники. Как в пустыне. Там шиповник, там, условно говоря. А, вот, шиповник, да, кстати. Да, вот, и все. И я думаю, что никто не пойдет через шиповник там перебираться там на другую сторону. Или такие еще крепкие такие кустарники бывают, знаете, такие вот деревянные такие кустарники. Вот, можно было через это решать эти проблемы. И было бы красивее гораздо. Голова-то человеку дана не для того, чтобы просто что-нибудь ляпнуть, а, ну, чтобы все-таки сделать изящно, красиво, продуманно. Ну, либо биологически, либо красиво. Ну, что-то хорошее. Ну, так-то вообще нельзя. В том виде, в котором есть, они вам не очень нравятся. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Ну, переходим к таким более серьезным темам. Хотя я не знаю, кому-то и тема, конечно, желтых заборов тоже кажется очень серьезной. Ну, правда, это же вот это внешний облик города, по которому о нашем городе, между прочим, гости судят. Да, а какая такая тема, вам кажется, серьезной, Аня? Какая тема, мне кажется, серьезной? Да, ну, вообще, у нас разве есть в Кирове серьезные? У нас уже нету никаких серьезных. Азиз Алиев, все серьезные темы давно обсуждены. Подождите, на прошлой неделе нам, наконец-то, рассказали, что стратегия развития Кировской области до 2035 года вот уже почти готова. И к октябрю нам ее представят. То есть почти готова, это к октябрю. К октябрю. Да, понятно. Полгода всего осталось ждать. Мы столько ждали. Понятно. Ну, понятно, пока не исполнится 4 года правлению Васильева. Видимо, стратегию мы так и не увидим. Ага. Ну, кстати, да, вообще-то я вот только сейчас подумала, что у нас уже и губернатор снял с себя полномочия председателя правительства. А стратегия все еще пишется и пишется, пишется и пишется. Ведь что надо сделать-то, чтобы не писать стратегию? Надо сначала делать вид, что ты ее пишешь, а потом вовремя уйти, значит, с поста, по которому ты обязан как бы подготовить стратегию. Подождите, то есть это все сейчас пойдет на плечи Александра Чурина? Ну, а кто же должен, как бы, кто у нас отвечает за социально-экономическое развитие Кировской области? А, то есть губернатор вообще-то странец? Председатель правительства. То есть это все теперь начурино? Все вопросы к Чурину? Да. И вот поэтому вот это вот, честно говоря, то, что на ура и на хлопки и на радость практически всех политических партий были приняты эти изменения. Вот, господа... Эти изменения мы сейчас имеем в виду административную реформу, введение отдельного поста председателя правительства. Да, я лично считаю, что это, ну, могу сказать, там, круче, как бы, да, что это унижение избирателей, потому что мы голосовали вообще-то за губернатора и считали, что губернатор будет жить и работать здесь. А сейчас он даже на законодательное собрание сам ходить не будет. Подождите, он же так не сказал, я не буду ходить. Подождите, подождите. Вы видите, что этот человек с увлечением занимается рабочей группой по образованию и по здравоохранению. И там встречается с министрами, там, и там свои предложения. Вы сейчас о том, что ему в Москве больше нравится. Конечно, это же явно видно, что ему в Москве больше нравится. Ну, здесь-то, собственно говоря, ну, что тут работать, с кем тут работать. Вообще тут желтые заборы. Вообще тут и заборы желтые, которые скоро серые перекрасят. Смысл какой? Но самое главное, что вот эти вопросы, вот это унижение по непониманию своему. Или наоборот, чтобы, так сказать, показать свою лояльность, принимают наши народные избранники ЗАГС-собрания. И теперь на ЗАГС-собрания это будет ходить заместитель, вице-губернатор, а не губернатор. Он может, если у него будет время свободное от работы в рабочих группах в Москве, он может быть почтить своим присутствием. Ну, может быть, по вопросам, которые считает важным для себя. Вот и все. А фактически губернаторствовать будут два человека у нас, которых мы, жители Кировской области, не выбирали. Председатель правительства и вице-президент. Фу, видите, губернатор. Да, и вице-губернатор. Вот даже, понимаете, слово-то там полностью заграничное. Понимаете? Ну и что? Да, пожалуйста, народные избранники. Вас для чего избирали до труда? Для того, чтобы на все подмахивать и за все голосовать? Ну, подумайте же немножко своей головой. Чуть-чуть-то. Когда голосуете. Смысл изменений. Ведь любые структурные изменения с точки зрения управления происходят только тогда, когда они способствуют достижению стратегических целей. Нету стратегических целей. Четвертый год. Пылают станицы. Да, все. Стратегии пишутся. К октябрю будет готово. Вот тогда и надо было принимать. Тогда будут стратегические цели. Тогда и надо было принимать административные изменения. Но не раньше. Не раньше. А смысл-то какой? Ничего не изменилось? А можно тогда вот такой вопрос? Смотрите, у нас неоднократно многие представители бизнес-общественности, в том числе в нашей студии, говорили о том, что в связи с тем, что Васильев много времени проводит в Москве, его сложно поймать в Кирове для согласования и решения каких-то вопросов. Есть вопросы, по которым вот в документе должна стоять подпись первого лица. Вот. Сейчас будет проще. Потому что он там выбивает деньги. Да. Давайте сравним Кировская область с Иркутской областью. По размерам? Нет. По ситуации в управлении областью. Значит, там избран не единоросс кубернат, Левченко. Ему перекрыли все каналы финансирования лишнего, имеется в виду финансирования из федерального бюджета. У него не получается выбивать. Ну, потому что он не их человек, да? Но, тем не менее-то, динамически-то Иркутская область развивается лучше Кировской, несмотря на то, что у нас типа единоросс и может выбивать денежки в Москве. Какие денежки? Где они, эти денежки? На сегодняшний день мы отдаем денежки в Москву, которые как бы типа Никита Белых когда-то там позанимал. А кто сделал так, чтобы Никита Белых вынужден был занимать? И не только Никита Белых, а больше половины областей, значит, Российской Федерации. Кто сделал так, что эти люди, значит, ну так называйте, почему не называете-то? Один человек выпустил указ, по которому все губернаторы... Так называемые майские указы, мы про них. Конечно. Обязаны были выполнять. Не выполняешь, значит, там где-то тебя там песочить начинали, там вплоть до того, что ты тут... А деньги бери где хочешь. Да, деньги бери где хочешь. Где у него брать, если у него нет базы? Поэтому в свое время я озвучивал и сейчас повторяю, нужно лишить высших должностных лиц права законодательно брать на себя долгосрочные обязательства, не имеющие долгосрочного источника для их финансирования. Нельзя управлять Федерацией таким государством, как Российская Федерация, принимая решение в Москве, возлагая обязательства на регионы. Вот пусть регионы на своем месте сами решают, какие они берут на себя обязательства и как их будут дальше финансировать. Откуда деньги? Если есть деньги, то делают, если нет, то нет. Нет, так нет. А другие-то какие варианты? А если не менять тогда систему полностью финансирования и вообще вот всех этих бюджетных обращений внутри страны, получается, что в регионах денег-то и не будет оставаться? А кто их должен менять-то? ЗАГС-собрание должно выходить с предложением, уговаривать своих коллег из других законодательных собраний. Но ведь это чисто единороссовская политика. Да это бунт. Да какой это бунт? Это законное право всех законодателей. Вот посмотрите, ну пусть я ошибаюсь там на одну, две, тридцать единицы, условно говоря. Бюджет у нас там 27 миллиардов Кировской области. 27 у нас здесь примерно около 100 миллиардов, ну может там, ну от 80 до 100, я сейчас просто точно как бы не знаю, налогов с территории Кировской области перечисляется в федеральный бюджет. И нам говорят, мы за пять лет на реализацию национальных проектов отдадим вам 81 не из федерального бюджета. Из федерального мы вам отдадим 50, а остальное вы найдете где-нибудь. А где мы их найдем? Где шарят в поисках денег чиновники обычно? Где-где в бизнесе, где же еще? Правильно, в карманах налогоплательщиков. Правильно. То есть вот эта новость про 81 миллиард, которая была озвучена как раз, когда презентовали стратегию социально-экономического развития, это не самая хорошая новость. Какой рывок? Ну о чем вы говорите? 81 миллиард разделите на 5 лет. 81, это, причем еще раз говорю, это не федеральный бюджет. Из них 50 только федеральный бюджет. Окей, 50 делим на 5 лет 10 миллиардов в год. 10 миллиардов в год делим на 13 национальных проектов. Так. Сколько получается? Ой, по 900, по-моему. По 900. Даже поменьше. Ну, давайте делать рывок на 900 миллионов. Не смешите! Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся, еще немного о цифрах поговорим. Особое мнение на 101FM. С Азизом Агаевым, директором аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» продолжаем говорить о стратегии социально-экономического развития Кировской области, которой пока еще нет, но она будет в октябре. Ура! Уже было озвучено, что на реализацию национальных проектов Кировская область в ближайшие 5 лет получит 81 миллиард рублей. Азиз Агаев говорит, что радоваться рано, потому что часть этих денег нам придется искать здесь. Мало того, из оставшихся, если их разделить на 5 лет, а потом на количество национальных проектов, не так много средств получились. Вот смотрите, нам презентуют председатель правительства вместе с губернатором и говорят, формирование стратегии происходит с учетом реализации национальных проектов. В регионе реализуется 50 проектов, направленных на исполнение 11 национальных проектов. 11 почему-то, не 13, хотя 13 у нас указа. В целом, на реализацию региональных проектов до 2024 года, за счет всех источников, это не я сказал, это они сказали, финансирование запланировано 81 миллиард рублей, в том числе за счет средств сферального бюджета 50 миллиардов рублей. 85% общего объема запланированных средств приходится на реализацию 5 национальных проектов. Безопасные и качественные автомобильные дороги 17 миллиардов рублей, здравоохранение 14 миллиардов рублей, демография 13 миллиардов рублей, жилье и городская среда 11 миллиардов и образование 14 миллиардов. Слушайте, я вообще не понимаю, а зачем нам какие-то национальные проекты по ремонту дорог? У нас вроде дороги-то и так должны ремонтироваться. И образование должно быть. Зачем это называть национальными проектами? Вот я о чем вам и говорю. Эти деньги, ну как минимум половина этих денег и так выделялась. На ремонт, на безопасные и качественные дороги. Теперь мы их назовем национальным проектом. Конечно, надо же выполнять указ, так сказать, президента и показывать, что мы заботимся о народе. Понимаете? Вот мы заботимся. Господа, таких цифр-то не видали в своей жизни. Дальше. Дальше нам говорит, значит, уважаемый губернатор. Он нам говорит. Только вы мне потом скажете, что он сказал. Я вот сейчас сразу вас спрашиваю, что он сказал. Вы меня переведете. Хорошо, давайте. Я попробую. Эти изменения направлены на совершенствование системы управления, достижение большей эффективности, что в конечном счете должно приводить к повышению качества жизни, облегчению ведения бизнеса, созданию более благоприятного делового климата. И данные изменения будут этому способствовать. Переведите, пожалуйста, на русский язык. Я могу сказать так. Система управления, ну точнее так, чиновники должны работать лучше после этого, быть более доступными, в том числе для граждан, для бизнеса, не принимать каких-то ограничительных мер, там, не знаю, законопроектов и еще каких-то там правил и чего-то, что будет мешать бизнесу активно развиваться. Поэтому депутат Басюк предлагает законопроект отвести протестующих от всех органов власти, да? Вот так вы понимаете. Ну, понятно, это понимание журналистов хочет, чтобы чиновники были доступны. Мы все хотим. Бизнесмен, я думаю, тоже хочет. Мы хотим другого. Мы, как люди конкретные, хотим знать, эти изменения не просто направлены на совершенствование системы управления и на достижение большей эффективности, а мы хотим знать на совершенствовании каких функций, насколько качественно они будут лучше и чем это измеряется. Да, кстати, вот замеры бы не помешали. Что такое большая эффективность? Во сколько раз? Какая функция? Ну, то есть нет, вот если... Получит большую эффективность. Подождите, Аня. Так, хорошо. Повышение качества жизни. Я хочу знать, когда население Кировской области, люди, живущие на территории Кировской области, будут получать заработную плату 90 тысяч рублей. В среднем, без учета топ-менеджеров всех компаний, губернатора и его заместителей, которые тоже получают топ-заработную плату за счет этих же налогоплательщиков, которые бедствуют. Мы хотим знать, что означает более благоприятный деловой климат. Мы хотим знать. Дальше у нас наверняка будут вопросы, связанные с деловым климатом. Мы их еще обсудим. Дальше нам говорит, значит, председатель правительства уже сегодняшний. А, да, сначала Игорь Васильев приводит нам пример кластеризации на примере опорного предприятия Амутнинск. Значит, ну вы знаете, что такое кластер, да? И смотрите, он говорит. Пример городообразующего предприятия Амутнинский металлургический завод, на котором сейчас ведется модернизация. Молодцы собственники. Сколько я их знаю, волосковых. Столько они корпят над своим заводом и делают все, чтобы он был максимально эффективным, потому что у них вариантов других для выживания нет. И она должна сопровождаться социальными изменениями, говорит. Кластеризация. И слушайте дальше. Так, в Амутнинске восстанавливается учебное заведение, где будут готовить... Кого? Кого? Будущих сотрудников завода? Нет? Средних медицинских работников. А, ну нет, ну это тоже хорошо. В городе открылся кванториум, чтобы заниматься профессиональной мотивацией. Там детей будут ориентировать на инженерные специалии. Правильно, и это вы называете кластер. Либо люди не очень понимают, что такое кластер, либо ему подсунули как бы вот такую вот... Ну я не знаю, честно говоря, можно вкладывать в понятие кластер... И он читал, не вдумываясь, как бы, да? В понятие кластер разные там совершенно сферы, да? Кластер совершенно... Или нет? Вот это в один кластер никак не объединяется. Вот никак не объединяется. Кластер сопровождается определенными социальными... Инфраструктурой. Условиями, да, социальной инфраструктурой. Но кластер это совсем другое. То есть если это Амутнинский металлургический завод, ну что-то такое... То есть там должно быть еще какое-то предприятие. Больше добавленной стоимости, да. Понятно. И еще вокруг малые предприятия, которые там... Обрастают. Да, чем-то, что-то еще... Ну то есть это такая синергетическая такая модель, да? Совершенно верно. Но не это, о чем нам говорит наш губернатор. Но, видимо, он как бы все-таки больше занимается вопросами теперь здравоохранения и образования, и поэтому у него... Для него это важно. Для него это важно. Но развития Кировской области, видимо, нет. Слушайте, а вот это... Дальше председатель правительства нам говорит. Александр Анатольевич. Александр Чурин. Да. Сейчас в регионе происходит изменение системы стратегического планирования. Может происходить изменение того, чего нет? Ну что-то же было у нас до 2020 года. Была же какая-то стратегия, которую переписывают. Как только пришел Васильев и сказал, что все, что связано с Билл и Хом неправильно и плохо, с этого момента система стратегического управления не работает. Система стратегического управления предполагает регулярный стратегический менеджмент, который постоянно измеряет движение по этой стратегии, смотрит, что нужно откорректировать и какие ресурсы подтянуть. Никто в правительстве этим не занимался. Созданные общественные комитеты при губернаторе, экономический совет, координационный совет носят чисто функцию такого имитирующего деятельность. И мужики, которые являются членом этих советов, им должно быть стыдно за участие в таких формированиях. Оно предусматривает увязку и встраивание региональных проектов в государственные программы региона. Так и в разрабатываемую стратегию развития Кировской области до 1935 года. Мы готовим серьезный документ, товарищи, поэтому их приготовим только на 4-й год в октябре, который направлен на выполнение конкретных мероприятий по развитию экономики области. Оно будет включать в себя ряд вопросов, в том числе разделение области на 8 экономических макрорегионов с учетом их специализаций. Еще 8 кластеров. 8 макрорегионов. И каждый замгубернатора или кто-то из членов правительства будет отвечать за один из макрорегионов. Окей. Слушай, ну вам эта идея здравой кажется? Это идея. Если мы уберем название, вам сколько лет? Мне много. Вот вы помните, когда Щедровицкий приезжал, Глазачев, Лебедев у нас был заместителем губернатора. Лебедев как заместитель губернатора помню, а остальных, честно говоря, не очень. Значит, вот этой идеей, которая сегодня озвучивает, и, видимо, подкинул эту идею уважаемый Валентин Бугач, потому что тоже участвовал в разработке в свое время вот этих идей. Ну тогда в другом качестве, по-моему. Ну в другом качестве, да. По-моему, он был главным федеральным инспектором в те годы или нет? Да, да, он был. И эти идеи, значит, разрабатывались всеми нами во время стратегических сессий. Но только разделение на макрорегионы... Подождите, Азиз Ильич, это было вот где-то конец 90-х, начало 2000-х, получается? Шаклеин у нас пришел... Шаклеин пришел в 2003, по-моему. В 2004. Или в 2004, да. В 2004 Никита пришел в 2008, если я не ошибаюсь. Наверное. Ну, неважно, в 2008-м, наверное. Значит, это было в 2005, видимо, такие романтические годы президента Путина, я как бы, значит, их называю, потому что мы, когда все были воодушевлены, вот, и вот мы разрабатывали, и практически вся элита, все бизнесы, сообщество, политическое, как бы, все, все были как в единой семье и реально занимались разработкой, так сказать, стратегии развития Кировской области. Реально. То есть вот эти 8 макрорегионов, это та идея. Это та идея. Из 2005 года. Это та идея. Ну, идеи хорошие. Ну, смотрите, опять идет структуризация. Вот 8 макрорегионов, они говорят, круто управлять будет, круто, вот проект, мы внедряем проект на управление. Давайте людям просто расскажем немножечко, да, что они имеют в виду. Где-то у нас развивается... Сельское хозяйство, где-то там лесопереработка, лесное хозяйство. Где-то машиностроение. Да, да, да. Вот от этого будут плясать. Вот от этого мы будем плясать. Вот все, что называется там, вот это вот разделение на регионы, на макрорегионы, использование проектных методов в управлении и так далее, это все инструменты. Инструменты для чего? Ну, чтобы все работало, нет? Нет. Нет? А для чего? Для достижения. Чего? Целей. Чего? Где вы взяли, какой цели? Я ни разу про цели еще не слышал. Подождите, там было что-то сказано. Там что-то было сказано про улучшение уровня жизни, качества. Почему? Не буду называть это слово. Почему мы начинаем с хвоста? Вот скажите мне. Мы почему с хвоста начинаем? Может быть, для достижения тех целей, которые мы поставим, оцифруем и будем стремиться, нужны другие инструменты? Может быть, проектное управление в данном случае, как основной метод управления, и не годится вовсе? Почему? А кто-то оценивал? А кто-то оценивал? А вы что-нибудь о стратегии, кроме того, что сказал Чурин, знаете? Нет. А вы даже не знаете авторов этой стратегии? Так. И я не знаю. Так их нет пока. Потому что стратегии-то не представлены. Подождите, как нет, если нам говорят Вятский государственный университет, разрабатывай. Хорошо, Вятский государственный университет Но ведь есть персоны, которые разрабатывают. Кто разрабатывает? Пригласим. Это упущение, Азиза Олегович, спасибо. Мы позовем. Меня тоже зовите. Обязательно. Когда позовете ее. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании Бизнес-Атфорума. Мы сейчас небольшой перерыв сделаем. У нас 10 минут, Азиза Олегович, остается. Еще две темы, помимо стратегии. Я напоминаю. Ну ладно. Реклама. Особое мнение на 101FM. С Азизом Агаевым, директором аудиторской консультационной компании Бизнес-Атфорума, мы продолжаем обсуждать стратегию социально-экономического развития Кировской области, которой пока еще нет, но которая готовится. Нам об этом рассказали на прошлой неделе. Азиз Альич сказал в перерыве, что готов отказаться от обсуждения и всех тем остальных, которые у нас были запланированы, если мы не будем успевать, но зато разберем более подробно то, что есть. Вы проанализировали, насколько я понимаю, социальные показатели по прошлому году. Не просто социальные показатели, а есть такой доклад анализ социально-экономического состояния региона, который обычно Коряжева подписывает. По-моему, на сайте они размещают. Это официальные данные с официального сайта правительства. И вот по этим официальным данным у нас получается сразу... Мы можем и другие, а еще другие на другие цифры, экономически акцентирую ваше внимание, но возьму демографические цифры. То, что понятно всем. То, что понятно всем. Итак, численность, значит, родившихся в 2018 году уменьшилась на 8%. Численность умерших увеличилась на 2,4%. Это в сравнении с 2017 годом. Мы ведь все ответы на вопрос, почему не рожают молодые люди, знаем. Во-первых, в действительности более активные, более мобильные и люди уверенные в себе. Просто уезжают молодые люди с территории Кировской области. И рожают в других местах. И рожают в других местах. Те, кто остается, не рожают на территории Кировской области или стараются не рожать. Потому что для того, чтобы воспитать детей, нужен определенный уровень материального достатка. Если у тебя нет этого уровня материального достатка, то ты, соответственно, думаешь, стоит это или нет. Потому что ребенка надо вырастить. Вырастить. И вариантов нет. И тут уже, наверное, врачи расскажут и другие специалисты по жизни людей. И когда уровень жизни людей падает, когда им реально не на что жить, начиная с возраста 30-35 лет, даже уже люди начинают просто умирать. Там работу потерял, доходы потерял, там еще что-то. Кто-то через алкоголь умирает, кто-то там еще какие-то варианты. Потому что у кого-то сердце в 40 лет не выдерживает. Стрессы, плохое питание, все что угодно. Да, 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 да. И свидетельством вот этих ситуаций по 2008 году является еще одна цифра из этого же отчета. Значит, где говорится, что среднемесячная номинально начисленная заработная плата в 2018 году составила 27 100 рублей. Номинальные начисленные, Азиас Ильич, скажите, это без налогов, это до налогов, до вычета или после уже? Это до налогов. Это до налогов. Да, до налогов. То есть в реальности еще меньше получается? В реальности получается еще меньше. А и Б, значит, мы знаем, что у нас же инфляция, у нас то дорожает, это дорожает и так далее. Но и самое главное, что не дает нам надежду пока и позволяет нам оценивать на двойку работы правительства и законодательного собрания, потому что депутаты в равной степени ответственны за то, что происходит на территории Кировской области вместе с правительством. Потому что это они утверждают этих заместителей, которые то ли не хотят, то ли не умеют работать. Это они соглашаются с теми проектами, значит, всеми бюджетами и так далее, которые подкидывает им, значит, правительство. Цифра, говорящая о том, что инвестиции на территории Кировской области составили 93% к уровню 2017 года. То есть меньше? Да, развитие происходит, когда инвестиции составляют 125%. То есть это не просто рост, но это еще рост ближайшие 3-5 лет. Потому что вы знаете, что инвестиции имеют долгоиграющий характер. То есть ты сегодня обновил, и эта работа не устаревает. Слушайте, а может тогда меньше в сравнении с 2017 годом, потому что в 2017 году было много инвестиций? В 2017 не было. Если вы сравните с 2017 с 2016, тоже не было. Все хуже и хуже ситуация становится. А губернатор Игорь Васильев пришел к нам на территорию в 2016, да? В июле 2016 года он был назначен временно исполняющим обязанностей в конце июля. Поэтому, когда мы говорим и хотим говорить о стратегии развития и увязать его, значит, все ведь сейчас любят себя, увязать с нацпроектами, потому что они по майским указам. Половина этих денег по майским указам это те же самые деньги, которые нам и так с федерального бюджета приходили. И я уже много раз говорил, это наши деньги, заработанные нами и перечисленные в федеральный бюджет в виде налогов. Это налоги предприятий Кировской области. Это налоги. Граждан и предприятий Кировской области. Так вот, увязать с этими национальными проектами. Подождите, что увязывать? Давайте мы сначала определимся, чего мы хотим достичь, и потом увязывать будем с нацпроектами. Подождите. Или мы только будем в рамках нацпроектов действовать. Погодите, погодите. Вот насколько я помню, когда говорилось еще полтора года назад, по-моему, говорилось впервые, или даже два года назад, о написании и подготовке стратегии Кировской области. Я помню, вот в марте этого года нам обещали, в марте прошлого года нам что-то обещали. Там говорилось о том, что цифры будут названы. Нам в ноябре обещали, в декабре обещали, в январе. Ну и чего? Смертности, рождаемости. Вот это все там будет описано в стратегии. Странно только, конечно, да, что вот так много и так долго мы ждем. Подождите, нам сказали, какой инструмент будут использовать, а для достижения каких показателей, не сказали. Ну, вы возьмете, например, для того, чтобы забить гвоздь, ну, это мужикам будет, наверное, понятно больше, чем дамам. Мне тоже понятно, я умею гвоздь сделать. Если вы вместо того, чтобы молоток взять, забить гвоздь, вы берете шуруповерт. Ну, шуруповерт, он сложно забивать. Он, во-первых, пластмассовый. Смотрите, вы прекрасно. Ну, а здесь-то что? Во-вторых, бить нечем. А для чего? А вы взяли шуруповерт, вот вам сказали, пойдешь за дверь, и какой-то крепеж там скрепишь. И вы взяли шуруповерт. И вы не знаете, да, при этом еще не знаете, у вас лежит перед вами две отвертки, как бы насадка. Крестовая и лопатка, да. Да, и говорят, ну, вот ты можешь взять одну из них. Ну, не знаешь, какой там шуруп. Ну, не знаешь, что там крутить надо будет. А может быть, не крутить надо будет. И молоток лежит. Что вы возьмете? Не знаю. Не знаю? Ну, не, на самом деле, конечно, я возьму молоток. А что вы сделаете? Я возьму молоток. Потому что молотком я... Можно и шурупик забить. Я его забью, да. Шурупик забить, при этом стену сломать, это ничего, так сказать. Мы все равно забьем, да. А может быть, проще выйти было, посмотреть, что забить, вернуться и взять тот инструмент, А это можно? А почему вы не спросили об этом? У нас сейчас с разработкой стратегии происходит то же самое. Я почему это наглядно-то вам как бы... Чтобы понятно было. Так ты посмотри, какой тебе инструмент-то нужен. Может быть, не надо макрорегион это делить? Мы еще не знаем. Может быть, там вообще людей скоро не будет? Вон, пачками каждый самый год убирают со списка населенных пунктов у нас, с деревними. Не, ну, я сужу по росту количества жителей в городе Кирове. Если из города Кирова наиболее активная молодежь уезжает, а мы видим конкретные примеры, а численность жителей, тем не менее, растет, я понимаю, что... Города Кирова. Города Кирова, да. А численность жителей области падает. Падает, да. Я понимаю, что это из районов области. Совершенно верно. Поэтому вот такая вот как бы ситуация. Поэтому обычно там говорят, я, конечно, по ходу и предлагаю тысячу раз как бы, да, одно, другое, третье. Вот что я предлагаю? Сейчас скажу. А что ты предлагаешь? Так уже предложил. Давайте определимся, чего мы хотим достигнуть. Ну, вот для того, чтобы разрабатывать стратегию, мы должны целевые показатели утвердить. Мы разрабатываем и видим, то есть это методика разработки стратегии. Мы разрабатываем и видим, что вот так, если пойдем, и с такими ресурсами, мы не достигаем целевых показателей. Значит, мы либо целевые показатели корректируем, либо смотрим, как использовать ресурсы по-другому, чтобы достичь эти целевые показатели, поставленные перед самим собой. Слушайте, это же простейшая вообще программа, мне кажется, какая-то в компьютере может быть написана. Вот туда просто заданы какие-то условия и все. Но, видимо, люди учебники по стратегическому управлению не читают. В общем, я понимаю все-таки, да, представителей вуза обязательно надо звать, всех вас усаживать в одну студию, просто разбирать вот на таком деловом и профессиональном языке, да, какие-то вещи по пунктам. Да. Хорошо, Азиз Алиевич, вот если три каких-то пункта взять, которые обязательно должны быть в стратегии, понятные всем жителям Кировской области, какие должны быть пункты? Там, Аня, не три показателя, там идут как бы... Я бы... Нет, я понимаю, что их много. Мы должны найти целевые показатели, мы должны определить, значит, в каких отраслях, сферах хотим достичь целевых показателей, где они территориально размещены. И дальше мы опускаемся на уровень проектов. Вот, видите, у нас нас проекты. А уже проекты начинают делиться на подпроекты, которые у нас любит губернатор Москве, например, возглавлять рабочие группы по каким-то подпроектам, условно говоря. А то же самое надо делать здесь. Не надо ему туда ездить. Ты здесь сделай сначала. Поуправляй процессом, чтобы здесь они были. И дальше... Но он делать этого не будет, вы сказали. Это будет делать Чурин. Он делать не будет, потому что ему в Кирове неинтересно. Азиз Агаев, нашей студии, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа», мы, к сожалению, вынуждены завершать... Подождите, у нас еще три вопроса. Да, Азиз Альич, нельзя. Нас сейчас новостники из студии выгонят. Я благодарю вас. Спасибо большое. Мы тему стратегии еще продолжим обязательно. Да, спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM.